Всем привет, ребята, меня зовут Богатий ищи Ди, и добро пожаловать в новое видео. Оно будет непосредственно связано со вчерашним выпуском, поэтому, если ты его не видел, обязательно посмотри по ссылке в описании. Сегодня же я покажу тебе доказательства того, что за уничтожением розничных инвесторов в 2022 году стоял вовсе не FTX. Более того, именно с помощью капитала этого загадочного персонажа в этом году собираются уничтожать уже институциональных инвесторов на сумму около 30 миллиардов долларов, которыми владеет Digital Galaxy Group, в частности, Grayscale Trust. Это на самом деле просто выносит мозги, ведь количество связей между этим персонажем, Genesis, FTX, Alameda Research, Digital Galaxy Group, Grayscale Trust и так далее просто поражает. Наверное, чтобы расследовать все эти связи, придется снять где-то 20 видео каждой длительностью по часу. В общем, советую досмотреть это видео до конца, а также не забыть поставить лайк. На прошлых видео мы собирали до 3000 лайков. Надеюсь, и на этом добьемся такого же результата. Большое спасибо за поддержку. Итак, начнем с того, что на криптовалютную биржу Gmini подают в суд из-за проблем с программой Gmini Earn, которая позволяла клиентам биржи одалживать этой бирже деньги под 7,4%. Два инвестора в Gmini утверждают, что программа Earn компания Gmini не зарегистрировала заемные средства клиентов в качестве ценных бумаг. Кроме этого, после коллапса FTX Gmini и вовсе не может вернуть активы своих клиентов. Если читать между строк, это означает, что у Gmini просто-напросто нет резервов. Братья Уинклвас, владельцы Gmini, пытаются решить этот вопрос и вчера в отчаянии опубликовали открытое письмо Барри Сильберту, которое мы разобрали. Барри же ответил на это очень странным постом в Твиттере. Вчера я не обратил на это внимания, но этот человек в одном посте написал два совершенно противоположных друг другу утверждения. Digital Currency Group, пишет он, не брала взаймы 1,7 миллиарда долларов, но исправно и своевременно выплачивает этот кредит и в следующий раз выплатит в мае 2023-го. Ты тоже замечаешь эту несостыковку? Не взял кредит, но исправно выплачивает. Это же дичь какая-то. Кажется, кто-то врет. Digital Currency Group, по словам владельцев Gmini, использует заемные средства для личной выгоды, венчурных инвестиций, обратного выкупа акций и для искусственного раздувания количества активов под управлением Grayscale. Когда ты это слышишь, ты наверняка вспоминаешь про Alameda Research, которая таким же образом использовала деньги клиентов FTX. Только здесь уже Digital Currency Group использует деньги клиентов Gmini, которые одолжили их биржи Gmini под проценты, а Gmini, в свою очередь, одолжила их Digital Currency Group. Ну, просто какой-то хаос происходит, не поддающийся никакому пониманию. В этом случае Gmini и братья Уинклвас выставляют себя жертвами, а не соучастниками мошенничества на почти миллиард долларов, которые они взяли у своих клиентов и не могут отдать. И это при том, что Gmini уже в кавычках потеряла 1,2 миллиарда долларов на 3 Arrow Capital и нераскрытую сумму на коллапсе FTX. Выходит интересная схема. Пользователи одолжили деньги Gmini в рамках программы Gmini Earn, позволяющей зарабатывать 7,4% от своих денег. Затем Gmini одолжила эти деньги дальше Ginesis, а Ginesis одолжил эти деньги FTX и 3 Arrow Capital. И в итоге Gmini все равно выставляет себя жертвой, а не тем самым субъектом, который просто-напросто украл 900 миллионов долларов своих клиентов. И все это закончилось тем, что Gmini и Digital Currency Group и все ее дочерние компании, такие как Ginesis и Grayscale Trust, столкнулись с большими проблемами ликвидности. При этом обернутые криптоактивы Grayscale Trust, дочерние компании Digital Currency Group, торгуются со скидками 45,60% соответственно. Это значит, что инвесторы настроены пессимистично в отношении платежеспособности Digital Currency Group, а также не верят в то, что будет одобрен спотовый Grayscale Bitcoin ETF, о котором мы когда-то давно говорили, но потом успешно забыли. Кстати говоря, в декабре 2022 года Барри Сильберт заявил с целью успокоения своих инвесторов. Если Bitcoin ETF не одобрят, Grayscale ликвидирует 20% своих обернутых криптоактивов, чтобы вернуть часть капитала аукционерам. Представляешь себе такое? 20% от 630 тысяч биткоина. Но дальше еще интереснее. Да, коллапс FTX уничтожил множество розничных инвесторов. Сэм Бэнкман Фрид и Кэролайн Эллисон из Аламеды украли около 10 миллиардов долларов. Кэролайн уже в этом призналась, причем призналась в умеренном сознательном обмане. Но Сэм сегодня заявил, что не виноват ни в чем и будет судиться. В любом случае, розничные инвесторы были уничтожены коллапсом FTX в прошлом году. История с Digital Currency Group, Genesys, Grayscale и Gimini – это уже не про розничных, а про институциональных инвесторов. Grayscale является вторым крупнейшим держателем биткоинов после Сатоши Накамото. Но эти биткоины являются инвестициями именно институциональных инвесторов. Барри поступил хитро. Он не держит физические биткоины, а держит какую-то бумажку GBTC. Юридически никак не придраться. Тем не менее, в 2022 году, похоже, были уничтожены розничные инвесторы. А в 2023 пытаются сделать то же самое уже с институциональными. Выглядит как подготовленный план, который кто-то выполняет по пунктам. Но кто же за этим стоит? Я могу сказать, что история с FTX связана с банком Goldman Sachs. Точно так же, как и история с Digital Currency Group, Gimini, Genesys и Grayscale Trust. Еще в апреле 2021 года Goldman хотел поглотить FTX. Об этом в сети очень мало информации, особенно прямо подтверждающие, но мы можем найти кое-что. 21 апреля 2021 года стало известно, что Goldman Sachs хочет наладить более тесные связи с биткоин-биржей FTX. Представитель Goldman Sachs в апреле того же года встретился с представителями биржи FTX, чтобы обсудить публичные листинки и наладить более тесные связи, в том числе и в сфере официального регулирования деятельности криптовалютной биржи FTX. Кроме этого, они обсуждали множество других деталей. Даже закон регулирования криптовалют в США, который предложил Сэм, уже тогда контакты биржи FTX и Goldman Sachs были тесными. Ведь Goldman Sachs были советниками FTX. Советниками FTX, здесь так и написано. Но кроме FTX, Goldman Sachs были тесно связаны. И Саламеда Ресёч, я нашел кое-что совершенно потрясающее. Директор Goldman Sachs встретился с СБФ для того, чтобы помочь бирже FTX достичь регулирования в США. В этот же день было сделано это фото. Знаешь, кого мы здесь видим? Мы видим Грегори Пальма, на тот момент юриста Goldman Sachs, одного из самых влиятельных корпоративных юристов США, и Глена Эллисона. Глен Эллисон – это отец Кэролайн Эллисон, на тот момент гендиректора Аламеда Ресёч. Пух! Но есть кое-что очень интересное. Существует некий Oxygen Protocol, который не столь известен, но в его команде мы можем увидеть очень знакомые названия. Биржа FTX. Кроме этого, в команде этого протокола состояли крупные банки, JP Morgan, Банк Америки и, внимание, Goldman Sachs. Также в команде состояли, конечно же, FTX и Аламеда Ресёч. Что тут сказать? В одной команде, в одном общем проекте. Хочешь ещё взрывной информации? Перед тобой некий Рамник Аррора. Он являлся директором по продуктам в FTX. Кроме этого, он был научным сотрудником проекта Libra Blockchain от Facebook. Так вот, этот человек, который непосредственно был частью FTX, также работал в Goldman Sachs и принимал участие в самых больших, важнейших решениях криптовалютной биржи FTX. Блин, неужели тебе это не взрывает мозги, как мне? Если взрывает, поставь лайк. Хочу увидеть максимальную отдачу, потому что, когда я это увидел, я просто шокировался. После коллапса FTX, Goldman Sachs заявил о желании приобрести все криптоактивы по скидке. И ради этого планирует даже сократить штат сотрудников для того, чтобы покупать криптокомпании. Какие криптокомпании он хочет купить? Пазл вырисовывается. Ты понимаешь, что на самом деле происходило в прошлом году и продолжает происходить в этом? FTX и все произошедшее не обошлось без участия Goldman Sachs. Не обошлось. Теперь мы видим, что они являются основными кандидатами на выкуп таких компаний, как Genesis и Grayscale. Их план медленно воплощается в жизнь. Случай с FTX может расцениваться Goldman Sachs как доказательство незащищенности крипторынка и рынка биткоина. И этот опыт может использоваться ими уже против Grayscale, Genesis и Digital Currency Group. Если Digital Currency Group будет ликвидирована в этом году, все станет совершенно очевидно. Goldman Sachs добьется своей цели. Не понимаю, почему братья Уинклвас столь наивны. Неужели они до сих пор не сложили дважды два? Сэм Бэнкман Фрит опрокинул розничных клиентов FTX и Alameda на 10 миллиардов долларов. Борис Ильберт опрокинет институциональных инвесторов Galaxy Digital Currency на 30 миллиардов долларов. Суммы такие большие, что не вызывает сомнения, что это происходит при поддержке как минимум одного крупнейшего банка. Goldman Sachs. Но я уверен, если копнуть еще глубже, в подземелье мы можем найти дракона о гораздо большем количестве голов. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok